а город пил коктейли пряные пил и ждал новостей добрый вечер друзья я не случайно с песенки то начал потому что чем-то это мне напоминает наш канал youtube пил коктейли пряные пил и ждал новостей ну или там чего пил кто чего пьет а у нас молодой человек рассказывал как он 31 декабря получил статус беженца и политическое убежище извиняюсь соединенных штатов и получил он 300 и мэйлов после наших сюжетов на два сюжета был 300 и мэйлов он ответил на 300 и мэйлов и там с какими-то вопросами я не знаю там у каждого своем но дальше что произошло вот я просто вам рассказываю чтобы вы понимали как бы когда пьяные пряные коктейли пьете что там какая-то жизнь еще происходит кроме того что вот допустим было что-то интересным потому что человек каждый человек который выходит на публичную арену он что-то говорит возникает очень много интереса к нему там к его семье может быть там друзья и так далее за пределами того что хотелось рассказать за пределами того о чем собственно разговор и возникают какие-то вопросы которые как бы не хотелось чтобы возникали какие-то отношения которые там скажем портятся кто-то кого-то грузит чем-то и так далее то есть когда вы с чем-то выходите то последствия могут быть отличными от того что вы себе думаете у меня частенько бывает что человек такой вышел чуть рассказал ему казалось там что он об одном а дальше выяснять штангер к этому же такая телега там всего прицеплена он думает ну все нафиг как это уберите говорит у меня был паренек рассказывал как он миша его зовут армянин он рассказывал о том как он оказался в миграционной тюрьме приехал но его подставили вы даже знаете кто если задумаетесь на секунду помогали ему приехать в общем и подставили и оказался он в миграционной тюрьме так что а дальше там уже в этой миграционной тюрьме он оттуда умудрился получить статус беженца вот не политическую убежище статус беженц он как бы официально не въехал в страну как бы за границей хотя на территории сша и вот он об этом рассказывал тоже как уберите пожалуйста как мое видео он еще в плейлисте был про политическое убежище и вот так я туда значит поставил а потом пришлось убирать какая тема интересно это не только связано с политическим убежищем это связано с тем что оказавшись на большом экране даже на таком относительно не большом как наш человек подставлен вот такое под прожектора общественного внимания я это к чему рассказываю на самом деле на них того чтобы вас напугать что мол не давайте никогда никакие интервью я как раз на оборот но я в данном случае говоря о том что надо понимать что люди находятся в таком состоянии как бы специфическом вот надо специфику состоянии понимать вот вы пьете пряные коктейли и год но как и давай кучерявый как там зажигай понимаете а он может быть так не имел в виду вот так прямо зажигать то есть над как-то бережнее вот я я такой в этом смысле надо понимать что вот это вот провиси о которой мы говорили что у блогера есть там какая-то провиси личное пространство да значит который хочет приберечь и не то чтобы там каждому туда доступ был то же самое любой человек который выступает он он что-то говорит а что-то ему не хочется что-то ему не нравится назойливое внимание не нравится претензий никому не нравится и так далее поэтому претензии есть всегда и чем больше аудитория тем больше разных претензий и самых неожиданных вот вы можете быть слишком старым или слишком молодым слишком смазливым или слишком страшненьким ухоженным или наоборот запущенным это все один тот же человек смотря кто вас оценивает а вы можете быть правдивым или лживым вы можете быть патриотичным или предателем это как бы не имеет значения может быть интеллигентным или валенком или там ватником я не знаю кем кем вас там назовут поэтому это просто как бы неизбежность так сказать общественного бытия так вот я просто как апеллирую к тем кто смотрит видео что бережный дадут у жванецкого этого тщительнее дана тщительнее вот бережнее бережнее коверка язык в том же ключе бережнее надо относиться к тем кто выходит на трибуну я в принципе когда совсем люди начинают кого-то гнобить кто выходит на экран все эти люди находят под моей защитой и когда кто-то начинает там агрессивно очень себя вести вплоть до того что мне приходится в бан отправлять каких-то особенно буйных надо сказать что не так часто это бывает вот к счастью последнее время что-то вообще довольно редко вот так что бережем бережем того кто рассказывает то что если мы перебьем перебьем того кто рассказывает тогда вообще ничего же не останется кроме первого канала и и же с ним вот а у нас все таки какая то альтернативная такая стройка чтобы не получилось как у акуджавы в песне как ружье заряжали там не осталось никого кроме ворона того стрельнуть некому в него вот значит у нас такого не будет у нас всегда найдется кого стрельнуть в ворона счастливы ребят